Всем привет, у микрофона Каби, и сегодня я приглашаю вас посмотреть отличный матч с небольшого онлайн-турнира для корейцев, который назывался Alibaba Invitation за 1000 долларов. И мы будем смотреть ЗВТ и Зерк, это Импакт, ну а его соперник это Дрим, играющий за Террано, красного цвета, появляется справа внизу на Тритоне, Импакт слева вверху, серия до двух побед. Ну и вот такой небольшой турнир с, в принципе, достаточно хорошими призовыми для буквально двух игровых дней, но тем не менее, обычно такие турниры не собирают прям топовых игроков, конкретно на этом ивенте самыми сильными, если смотреть по текущему рейтингу и результатам на GSL Balikin и Ragnarok, два участника плей-офф и четвертьфинала GSL. Ну вот мы начинаем знакомство с ивентом с другого матча, мы начинаем с противостояния Импакта и Дрима. Два достаточно хороших игрока, Импакт по ходу 2019 года неплохо выступал, регулярно проходил в RO32, там эпизодически проходил в RO16, на некорейских ивентах там более-менее как-то выступал. Но в целом обратил на себя внимание, особенно там ближе к весне, в начале лета неплохо играл Импакт и вроде бы даже так замахнулся на позицию одного из лучших зергов как-то вместе с Рагнароком. Сейчас, пожалуй, Рагнарок чуть оторвался, Импакт чуть-чуть отстал. На Home Story Cup, насколько я помню, хорошо он особенно играл. Что касается Дрима, то Дрим это теран с большим бэкграундом, с большим прошлым, он был очень хорош в 2015, насколько я понимаю, он уже сходил в армию, вернулся и вот теперь снова играет второй StarCraft и смог пройти на GSL в третьем сезоне, отборочные пройти. Но вылетел с последнего места, я, собственно, стримил ту группу, он отыграл 0-2-0-2, в принципе, ничего особенного не показал. Не могу сказать, что я чего-то сверхъестественного жду от Дрима и на этом ивенте, но Дрим такой классный коммуникабельный парень, он по-английски неплохо говорит, там быстро в скайпе отвечает. Ну, в общем, это такой, знаете, игрок, которого всегда можно позвать, если классик и Су отказались, условно говоря, на турнир, видимо, именно поэтому он здесь и появился. Посмотрим, что он нам покажет. Дрим в свое время особое внимание на себя обратил именно в матчапе ТВЗ, знаменитыми предсостояниями против Лайфа, где Дрим показывал потрясающий уровень микроконтроля и особенно Торами, причем не в какой-то там ранней игре, вот эти чемоданы. Знаменитые, да, а в средней и поздней стадии игры он очень здорово управлял этими юнитами, не отдавал их, они полностью защищали его армию от муталисков. Но дело было давно, тело было 4 года назад, и, в общем-то, наверное, Дриму надо сердца наши завоевывать по новой. Что касается импакта, то я, в принципе, не уверен, что он много сердец успел завоевать, у него такая достаточно... К сожалению, вот он существенного воздействия в соответствии со своим ником на корейский StarCraft пока не произвел, но, в принципе, такой хороший корейский середнячок. В общем-то, ну, если честно говорить, да, то на данный момент оба никак к этой категории относятся, но иногда и среди середнячков удается найти игры Алмазы. И, ну, вы, конечно, уже понимаете, что раз она в числе многих других игр появилась на ютуб-канале, то, следовательно, что-то интересное тут, наверное, будет. Ну, наверное, будет. Давайте смотреть. Через пехоту играет Дрим, заказывает стимпак, подстраивает потихоньку до гелионов. Первые уже стоят на зелнаге, вторая пара поехала в середину карты, плюс два барака. Это стандартный, традиционный, вполне себе билдордер от Терана, который, к тому же, и строит достаточно ранний командный центр, третий. Что касается Зерга, то он такую неспешную скорость с Эверлордом заказал. По сути, я так понимаю, что батлкрузер был бы уже где-то на середине, но тут от Дрима такая интересная обманка своего рода. Он долго не приезжал с гелионами, и поэтому сопернику, ну, надо проверить, типа, а что гелионов нет, может, там 30С батлы. Ну, в итоге Дрим вот так потерял пару гелионов, сжег кучу собак, но все равно, в принципе, в плюс разменялся. И, в свою очередь, ну, импакт, в принципе, что он не особо быстро вложился в свои, вот эти вот, своих скоростных Эверлордов. И поэтому тоже нельзя сказать, что он что-то от этого сильно потерял. Ну, теперь он понимает, что играет против пехоты, пролетел, все посмотрел, заказывает два Эволюшина, Бейлинг Неста, и готовится играть стандартную игру, в которой наверняка себя ощущает фаворитом. Ну, потому что Дрим такой же старичок, обычно такие ребята, суровая макро, особенно пехотная, не очень хорошо тянут, не очень хорошо умеют размикривать. Вот, так что, в общем-то, задача импакта тут кристально понятна, да, кристально предельно ясна. Надо просто получить кучу войск, большие армии, давать приемлемые сражения, и, скорее всего, золотой ключик у него в кармане. Одного гелиона он разбивает, здесь Дрим не применул помикрить и сжигает один криптумор. Тем временем у импакта макро-хата, он явно собирается играть такой серьезный, серьезный ставки именно на линго-бейлингов, делать, ну, апгрейды им 1-1, и, соответственно, ему нужно много хэтчера, и четвертая хата пошла на середине карты. Что касается Дрима, то он перелетел уже командным центром третьим налево туда, да. Здесь уже орбитальная станция, грейды 1-1 доделываются, пошла Армори, пока хорошие тайминги, все четко делает Террана, довольно бесконтактно играет, но вот как раз, видимо, Дрим решил поконтактировать немножко. Два медивака полетели вперед, но, как бы, такой тайминг не самый быстрый, да, 6-10, но не будем забывать, что это все-таки через третий ЦЦ, так что, в принципе... Тут какая тема с такими медиваками? Они иногда самому Террану, конечно, в минус работают, если их отдать, но, может быть, Дрим не отдаст, сейчас посмотрим. Тут им пока развешивает контроль карты, у него оверы хорошо стоят везде, крип вот не очень здорово протянулся, наверное, главный минус игры Зерга, но, в целом, это действительно не самая приоритетная задача. Увидел Дрим новую базу, понимает, что королева на позиции, импакт готов, соответственно, он не высаживается, а тут какие-то 4 медленных Бэйна поползли, при том, с этой стороны есть транспортный оверлорд, а стой, импакт то ли подвезти забыл, то ли непонятно, что случилось, но в итоге Бэйна своими ножками маленькими, смешными, с недоделавшимся мувом идут вперед, и здесь Дрим, видимо, замечает, он закапывает мины, но уже успели Бэйлинги выползти, ну и тут, конечно, предельный сплит, но уже Дрим чуть-чуть рано уже своей силой поверил, в итоге взорвались такие Бэйны, а, у него тут вот какая атака была, он взял своих гелионов, продолжил их хелбатов, и вместе с тремя медиваками пушат эту базу, но микро не идеально получается у Терана, ну, наверное, пока такие, знаете, традиционные отыгрыши Теранов, как раз старого поколения, которые вроде тайминги делают, да, но микроконтроль пехотный не очень круто получается, и ты вот смотришь и думаешь, блин, чувак, ну чё ты в технику не играешь, ну разложил танки, всё само там убило, ну не убило, значит не убило GG Go Next. Ну да ладно, пока, в принципе, у импакта не такое большое преимущество, плюс 4 рабочих всего, ну правда он ставит уже пятую базу, не забываем про макрохату, тут транспортные оверы, чем дальше, тем сложнее, конечно, будет Дрим действовать против такого зерга, здесь Бэйнов заворачивает импакт, ему может ещё закопочку сделать, вообще шикарно бы было, тем временем тут апгрейд 2-2, кстати, 2 факты, 5 бараков, из них один на лабе, всё пока предельно стандартно, а импакт уже добавляет Инфестейшн Пит, и в целом готовится играть в Т3, хорошие апгрейды ему уже скоро нужно будет делать, да, апгрейд 3-3, хайв, там адреналин, все замечательные технологии, которые позволяют Дергу комфортно чувствовать себя в поздней игре против Терана, здесь Дрим перелетает на центральную базу, какое-то внезапное забегание собак, здесь Бэйнов просто в 2-ой флике, наобдавался тут немножко импакт, в принципе, что-то, конечно, съел, но это было явно в зергу не в плюс, ну, в принципе, он добывает сейчас довольно много минералов со всех своих локаций, здесь дроп Бэйнов, ну, пока что не очень эффективно, а просто потому что, а, Дрим успел рабов сорвать, Дрим заметил, увидим, я не заметил, вот он, Дрим заметил, да, и здесь перехватывает транспортного овера, хорошее начало, а тем временем Дрим подходит, вот так, кстати, интересно, он прям как Каби играет, я вот всем советую как Каби не играть, а Дрим не слушает, и постоянно с одного барака подстраивает именно мародер, там с замедлением, и здесь собак пропускает Дрим, соплай опущен, на мейн забегают собаки, а тут интересный мув сюда же, в итоге прилетают Бэйны с транспортного овера, видимо, расчет был в том, что Дрим сорвет с натурала рабов туда, а там-то сочные будут взрывы, а в итоге рабы, наоборот, уехали с мейна, тут расконтролил, и все это дело Дрим, а в это же время в другой части карты, похоже, долетел, все-таки его дроп не им, здесь нам без мультискрина не посмотреть, конечно, но мы видим, что потеряно 12 рабочих у Дерга, и там по миникарте Медивак улетал, и похоже, что первый дроп такой, ой-ой-ой, куда экран полетел, первый инновейшеновский дроп зашел, здесь им так забирали планетарку, но, как бы, это всегда круто выглядит, но это, конечно, того стоит, только если Террен не может себе позволить новую, потому что это очень дорого, 15 фейлингов, насколько я помню, убивают планетарку, 15 фейлингов стоит дофига ресурсов, да, и вот визуальное отображение моих слот, то есть импакт вроде там пробежал, да, в сопла и на мейн забежал, и планетарку забрал, и весь из себя красавец, и все бы хорошо, вот только он в полтора раза в минусе по эффективности ресурсов, он продолжает терять рабочих на дропах мин, еще 10 отъезжает, на данный момент, правда, у него все равно 71, он их подстраивает своевременно, здесь не отнимешь у них по этой заслуги, но он, в общем-то, Террену апгрейды, ну, он, наверное, не должен, но, в общем, он не лидирует по апгрейдам, он не лидирует по эффективности ресурсов, главное, почему он сейчас лидирует, это по количеству локаций, поэтому ему надо продолжать навязывать размены, и, ну, по возможности, поменьше терять на таких дропах, но вот опять полетели мины с апгрейдами на скорость закопку, в закопке импакт не успевает среагировать, еще 15 дронов, так, ну, один из пунктов провален, здесь, ну, видимо, импакт отбился приемлемо, какая-то маленькая группа тихо, возвращается с середины карты, видимо, она стояла на башне Золнага, много медиваков уже у дрима скопилось, оно и понятно, это, в принципе, главный недостаток при игре, при игре в линго бейнов, что ты не можешь поголовье медиваков каким образом снижать, и здесь мины и поля продолжают сочно отрабатывать, жаль, не по бейнам, но и так неплохо, здесь попробуют еще дрим минки свои использовать, ну, непонятно, какие они там дали в итоге залпы, но сплит очень достойный, здесь еще куча бейнов, но от них, наверное, никак не расплитится, дрим, понимает, улетает, здесь у него есть минка, ее бы сконтролить, о, какой взрыв, это просто террановский оргазм сейчас был, импакт пытается сплитить, но сумасшедшие минные поля, здесь, так, здесь мины, видимо, говорят, не, чувак, мы ногами не пойдем, ты нас подвези, у нас Яндекс.Такси, ну, или там Убер, уплочено, так что будь добр до подъезда, пожалуйста, ну и 11 дронов теряет в очередной раз, импакт, очень здорово, дрим успевает отрабатывать этими медиваками и минами, а самый-то кайф в том, что он в это время и во лбу каких-то сражений важных не пропускает, там тем временем забегание опять у импакта по левой части карты, вот здорово, в последнее время все зерги овладели этим приемом, но, похоже, и терраны начинают отвечать в этом же ключе, смотрите, база справа умирает, там двумя ручейками шла армия дрима, и она объединяется на четвертой, и здесь, ну, какая четвертая, да, наверное, ту справа назовем пятой, четвертая погибает, здесь в итоге не добил базу дрим, импакт успел среагировать, но минки подкапываются, линги, похоже, успеют съесть авангард, но здесь есть еще войска, справа какое-то дотекание, но это, возможно, по реликоинту уже пришло, но в любом случае перехватить его не получилось, дрим продолжает пушить просто в лоб, тут линга бейн, и там хитиновый панцирь для слонов доделывается, вот-вот они выйдут, но успеет ли дрим их выпустить, вот в чем большой вопрос, и не дрим, конечно, а импакт, а дрим как раз пытается допушить, у него тут немного войск остается, медиваков много, да, но королевы работают по ним, лингов куча, грейды уже 3-3, бейны какие-то закатываются, и дриму приходится собирать монатки, и улетать отсюда, причем забирает он всего-то два неполных медивака, и они, по всей видимости, полетят добивать базу справа сверху, если удастся это сделать, то импакт останется всего лишь на трех локациях, за тем временем опять дроп мин, ну, прибегают вовремя собаки, но на самом деле и по собакам неплохие залпы, эвакуировать дриму уже не удастся эти мины, здесь готовится дрим, видимо, очередное минное поле, ну, а эту базу, вроде перехватил импакт эту армию, но там дрим снова высадился, и похоже, что добил, да, мародерами просто дофокусил эту хату, которая была на красных хп, импакт пытается собрать войска, у него пошли в заказе два слона, делается им апгрейд на скорость, у дрима в это время мейны натурал более-менее должны были закончиться, есть третья база и четвертая в центре, и не особо-то еще что есть, ну, правда, запас 1200 на 1200 есть, дрим очень много микрит, да, и вот такие же, о-хо-хо, импакт красавец, успел спасти своего дрона, залп прошел в никуда, потому что мина по строениям не наносит урона, очень классный микромомент, но я уж о чем начал говорить, да, что дрим много такого успевает сделать, Чичинтин не успевает, конечно, заказываться, то есть у него ресурсы улетают к тысяче, иногда даже за нее, это не супер классный показатель, но, в общем-то, пока это работает, кто осудит дрима, три танка, ой, фу, три слона готовы танковать, но сколько тут уже мародеров, сумасшедшее количество мародеров, они должны разбирать слонов очень жестко, здесь опять прилетает троп мин, убивать там даже и некого, импакт готовится дать сражение со слонами, у него 100 лимита всего, 40 боевого, что у него кроме слонов этих вообще есть, какие-то жалкие собаки, какие-то жалкие бейны, все они в этом экране поместились, и даже не будет дожидаться импакт, когда закончится это сражение, он просто признает свое поражение, замечательно, дрим по всем направлениям перемикрил своего соперника, и делает счет в этом BO3, 1-0 открывает матч в свою пользу, классно сыгран олдскульным террином, и мы с нетерпением ждем, что же будет во втором сете, потому что мы смотрим не просто одну карту, мы с вами смотрим противостояние в формате BO3 целиком. Что ж, второй сет прошел на карте Wintersgate, справа внизу появляется импакт, зерк, который неплохо играл, но не смог успеть угнаться за темпом своего оппонента, которым был дрим, и который в этот раз собирается темп взвинтить уже с самого начала, и отправляет двух рабочих для того, чтобы ставить прокси бараки. Ну, главный вопрос теперь заключается в том, найдет ли оверлорд, потому что оверлорд летит в правильном направлении, но, конечно, есть тонкие нюансы вот этих вот роутов, этих маршрутов, которые разные зерги выбирают для своих оверлордов. Карта большая, оверлорд маленький, скорость у него еще меньше, и ты не можешь никаким образом разведать все. Ты должен немножко гадать, и изучение оппонентов в том числе позволяет хорошим игрокам ставить бараки в правильном месте. Но если импакт повернет сейчас направо, то он найдет эти бараки, но он, похоже, все-таки пролетает мимо, он налево поворачивает. Эх, импакт, импакт. Ну, там как камень он прочитал, наверное, направо пойдешь, прокси бараки найдешь, налево пойдешь, еще что-нибудь. Ну, импакт решил пойти налево, но вы, главное, жене его не говорите. Будем надеяться, что YouTube, она на русском не смотрит. Тем временем, у импакта хата газ пул, а Dream будет играть не виперов. Несмотря на наличие газа, Dream будет... А ну, кстати, газ у него, похоже, только сейчас достроился, начинает добываться. Да, он будет играть в бункер раш. И вот бункер-то импакт прекрасно видит. Как будет реагировать? Выводит импакт 5 рабочих пока. Будет пытаться не дать этому бункеру достроиться. Приезжают рабы, видят, что Марин уже здесь. Прокси бараки слишком близко. Он не успел... Да, он выводит еще больше рабов. Ну, попытаться заблокировать. Может быть, даже не этот бункер он хочет, а следующий бункер, который... Да, вот он, следующий бункер. Его начинает атаковать импакт. Но приходят два морпеха. Бункер, тем не менее, отменен. Но он приходится перезакладывать. Импакт выиграл немножко времени. Здесь уже плетка заказана. Пытается Дрим ее начать пробивать потихоньку. Но он понимает, что одна микро ошибка, и он останется без морпехов. И на этом его раш будет официально закончен. Поэтому Дрим здесь очень осторожно отыгрывает. У него всего два раба. Их терять тоже нельзя. Поэтому Дрим так аккуратно управляет своими войсками, находясь ими между бункерами. Достраивается плетка. Начинает бить раба. Но бункер достроился. Марины сели в дальний бункер пока. Прикрывают этот. Пересели в этот. И здесь... Ой-ой-ой. Эх, чинищевая сивит доедают собаки. Бункер пытается Дрим продать. Не успеет, конечно. Но импакт отбился. Здесь можно было попробовать Дриму поаркадить на перекапывание вот этой вот плетки. Но он явно не успевает. Фокусит королеву. Кстати, непонятно зачем. Возможно, это мисклик. Но мы видим, что там у Дрима-то и продолжение вовсю идет. Он кидает мулов, строит факту. То есть у него не улыновый ни разу пуш. Он соперника заставил вложиться. И посмотрите, у импакта всего 21 рабочий. Плетка вот эта ненужная. Нет третьей базы. То есть, в принципе, для Дрима билд пока окупается, я думаю. Потому что у него уже пошел Старгейт. А у соперника пока есть технологии. Ну, в общем-то, один муфлингом заказан. И то будет он готов через столетие примерно. В итоге Дрим просто забирает всех своих морпехов. Показывает, что ууу, сейчас нападу. Но у него по факту уже полетели домой бараки. Морпехи отступают. И да, ну в принципе, у импакта особо нифига нет. По сути, у него тут две королевы. Одна из них даже инъекции не дает. Пять рабов добывают минералы на мейне. Ситуация не очень классная. Дрим успевает даже бункер продать на очень тонком таком тайминге. Ну, по факту он потерял как бы больше. Но его преимущество по технологиям, по темпу, конечно, совершенно немыслимое. У него тут два гелиона готовы. Скоро будет медивак. И похоже, что Дрим собирается делать дроп. То есть дождаться, когда собаки окажутся на карте. Может быть, их как-то чем-то выманить. И полететь просто на мейн. Высадиться, сжечь каких-то рабочих. Параллельно там поставить третий ЦЦ. Пока как-то так выглядит план. Там Армари пошла. Возможно, после этого Дрим будет в этот раз играть все-таки в технику. Да, вот приезжает пара гелионов. Тут, видимо, немножко вытянет. Но, в смысле, на себя внимание, я хотел сказать. Но параллельно Дрим... Просто, собственно, подтвердил наличие третьей хаты. Ему надо было понимать, что там не Нидус, наверное. Довольно важно. Потому что соперник мог бы решиться просто на Нидус. Но импакт в итоге ставит Роуч Ворон. Понимая, что масса с собаками ему тут никакие выхода явно не отбить. И Дрим в итоге решил без дропа. Он просто объединяет свои войска. Приходит убивать третью хату. А у него Армари доделался. Он действительно может разложить гелионов хеллбатов. Так, тут лава пошла. Реактор. Банша. Причем Банша делается без стелса. Можно даже предположить, что там где-то фьюжн-кор. Перепугаться, заказать кучу королев. Я, признаться, вот не знаю реально ли при таком количестве юнитов фьюжн-кор еще поставить. Может быть и импакт не знают. Он все-таки не терран. Ну а здесь тем временем просто в лоб собираются пушить Дрим хеллбатами. Они как быстро сжигают эту плетку. Четыре королевы-рабы уезжают, как вовремя вышли эти Роучи. Барабам, какие-то залпы там заходят. Но этого мало, как мне кажется. Ну и в итоге на Роучи с королевами заходят. А в это время пробегание лингов. Вроде бы все круто, да. Отвлек, дождался, когда линги выйдут на карте. Все по делу. Вот только линги-то там уже сделали минус 8 из Севии. Дрим успевает закрыть Саплай. Это его спасает и ему поможет очень сильно. Но, честно говоря, преимущество, которое получил Дрим, мне кажется, он только что выпустил из своих рук. Потому что там и третья хата заново пошла. Роучи есть. Роучи, они что дают? Ты же хелбатов-гелеонов подслил. То есть Роучи теперь дают абсолютную стабильность тебе. Ну, в смысле, Зергу против тебя. То есть ничего ты не можешь такого сделать, чтобы там 6 Роучи сейчас убить. Да, если бы он, например, не отдал бы тех Гелеонов, сейчас их могло бы быть на карте там 12. И морпехи. Но эта армия потеряна. То есть с Роучием и у Зерга есть полная защищенность. Следовательно, оно может что делать? Да то, что любой Зерг, нажимать SD, делать рабочих. И учитывая, что он и так по ним в плюсе, а вот сейчас уже 54 на 33, время начинает жестко работать на импакты. Потому что, ну, каких-то технологий, которые Дриму могут тут как-то существенно помочь, особо нету, апгрейдов нету. Ну, стимпакт доделывается, это круто. Но морпехи-то погибли в предыдущей атаке. Ну, конечно, Дрим бы пробил на самом деле очень жестко. Если бы импакт не прочитал, не прочувствовал эту ситуацию, а тем временем дробки Леонов решает провести. Вот то, о чем я говорил в прошлый раз, Дрим проворачивает в этот минус 8 дронов, и выживает Медивак. Слушайте, ну это здорово. Наверное, это немножко возвращает Дрима в игру. Он тут еще и Королеву забирает, и вторую заберет. И Баньшу она не убила. Ну, и здесь Медивак все-таки погибает. Чего-то он там чуть-чуть нажег, но минус 10 уже. В итоге 41 на 55. Ситуация хорошая. Для импакта по-прежнему, но для Дрима она стала получше чуть-чуть тоже. Я думаю, что импакт сейчас будет выходить, ставить четвертую, и он ставит шпиль. Самое главное, он выбирает вот такой вариант игры. На самом деле, у него нет совершенно инфы, что там техника или пехота, но шпиль — это такое вот интересное здание, которое, ну, по сути, против всего может работать. А Дрим тут придумал пуш. Он еще без щитов, но у него есть уже стимпак, есть танк один, и он, похоже, как-то снизу будет раскладываться. Или он, наверное, в колбата надо превратить, пока он так работает, как есть. Да, вот там эти роучи. Но, конечно, когда появляется танк, они уже не настолько классные. Минус Королеву делает Дрим. Роуч там на красных хп, надо их в реведжеров, наверное, завернуть. Так импакты поступают, подводят сюда всех своих королев. Там танк особо не достает ни до чего. И вот так вот Дрим решил отыграть. Он уходит армией. Один медивак делает дроп на мейн. Тут оверлорды халявные. Перекапывается спорка, можно ее было бы забрать. Но, видимо, Дрим рассудил, что ну а нафиг ему спорка. А так пора оверлордов. Импакт будет в красном лимите. Кстати, там вообще так хорошо, он в красном лимите, у него было мало запаса. И тут он возвращается основной армией. Он просто забрал ее, чтобы ее не убили в это время. И он возвращает, объединяется. Снова-снова занимает эту позицию. Такой умный, тонкий очень отыгрыш от Дрима в этом эпизоде. И он причем тут на самом деле даже спродавить-то никого не может. Но он просто напрягает соперника. Не дает указу не бывает. Оставляет принимать сражение, когда оппоненту может быть не хотелось бы. Но, наверное, сейчас уже нужно улетать. Потому что я не вижу, как здесь мог бы потенциально разменяться Дрим хорошо. Ну и тем временем 4 моталиска. В заказе еще 2 уже готовы. А что есть из антивоздуха у Дрима? Давайте смотреть. У него есть 2 инженерки. У него есть какие-то морпехи со стимпаком. Это, конечно, здорово, но... Ну, с стимпаком мы считаем. Ладно, и у них сейчас будет еще и 1-1. Ну, наверное, это должно помочь ему стабилизироваться. Единственное, что его существенная часть армии только что вышла вперед. В смысле, не по количеству вышла вперед, а на карту вышла вперед. Возможно, если моталиски-то залетят, на базу могут быть проблемы. Но пока здесь Дрим продолжает развлекать. Высаживается сверху. Ну, роучи он развлек. Роучи им есть по кому пострелять. Отменяет четвертую базу Дрим, которую, кстати, импак только сейчас решил составить. Я ему вроде гораздо раньше советовал, но только теперь добрался до этой задумки, до этой идеи. Дрим. Ой, не Дрим, а импак. Дрим тоже добрался, отменяет эту хату. Но тем временем прилетают моталиски. Турелей нет. Так что инженерки ничем не помогли. Вроде бы морпехи худо-бедно пока отбиваются. На 6 СВ уже минус. Там, видимо, медивак погиб. Непонятно. Или какие-то морпехи, которые не успели в него сесть. А импак дальше массированно достраивает роучи. И, похоже, выходит, имеющаясь армией на середину карты. Вот они, вот они, роучи-реведжеры. Импак только отвлек внимание своими моталисками. Ждет, когда соперник вложится в турели. А сам в это время готовится, похоже, уже улыново нападать роучи-реведжерами. У него три базы. У него-то аутов на продолжение игры не так много. С такими технологиями, с такими апгрейдами, которых особо-то и нет. Но у него огромный боевой лимит. 125 на 80. Рвется вперед. Здесь импакт. Полетели коррозив байлы. Передняя линия танков погибает. Какие-то медиваки на коррозив байлах. Наверное, могут тоже, да, отъехать. Не успевает Дрим микрить еще и имя. Сейчас он чуть-чуть выходит вперед. Но танк, который там сзади был, он тоже погибнет. Почти не остается морпехов. И поэтому возвращаются в атаку моталиски. Еще один танк минус. Похоже, что импакт здесь пробьет Дрима. У Дрима почти ничего не остается. У него вышел какой-то танк. Там залагал. Дрим раскладывает его наверху. Минус турель. Это уже не особо важно. Но моталисками подлетает. Импакт дает вижен наверх. И полетели туда коррозив байлы. Как здорово отработал импакт. Даже небольшим количеством юнитов, которые у него были. Но тут чуть менее здорово. Коррозив байлы зашли по своим роучам. 25 рабов потерял уже Дрим. 33 на 60. Да, тут целых два командных центра в воздухе. Это, конечно, здорово. Если их когда-то удастся приземлить. Потому что там, да, четвертая база, кстати, у импакта пошла только сейчас. Но уже нужно. Потому что там мейн уже закончился. И импакт будет продолжать пушить. Он обязан это делать. У него много очень битых реведжеров, на самом деле. Один погибает. Там полетели коррозив байлы. От микрил Дрим пока нормально. Но снова вижен. Есть два муталиска. Все еще живут. Они вообще не нарываются. Они просто дают обзор наверх, чтобы сбивать эти танки. Тем не менее, смотрите, все реведжеры пробиты. Сейчас Дрим на стимпаке может как-то попробовать их догнать. Потому что есть куча медиваков. Можно стимпачиться практически без ограничения. Несколько реведжеров отъехали. Остаются совсем на желтых хп. Там, похоже, танк все еще откуда-то стреляет. Куча мародеров. Нажимают стимпак. Один реведжер минус. Второй минус. Тех, которые были впереди, по-моему, то ли убили, то ли отменил импакт. И в итоге Дрим отбивается. Но у него остается всего лишь 33 раба на 59. Боевой лимит пока сильно меньше, но качественнее. Несмотря на то, что, казалось бы, тут всего лишь пехота, да, там, реведжеры. Но 2-2 на 1-1, куча медиваков. Вполне возможно, что у Дрима все еще остаются шансы в этой игре. Полетели мулы дополнительные. Да, вот недостаток инкома с убитых рабочих. Дрим, конечно же, может с помощью мулов какое-то время компенсировать. Ну а импакт просто давит с тех имеющихся ресурсов, которые у него уже есть. Он достраивает роучей, достраивает реведжеров. Муталиски пролетели тут посмотреть, что к чему. Пехотинцев не очень много. В основном мародеры, да, тут пытаются перелетать орбиталкой на 4-ю базу Дрим. Ну а импакт, похоже, разделяет войска и готовится забегать на натурал. Нет, он в итоге соединяется. В итоге соединяется вместе с лингами здесь на 3-й базе. Реведжеров огромное количество. Они окружают и съедают пехоту. Слева Коррозив Байл и добивают эту орбитальную станцию. Другая справа там есть, но у Дрима остается совсем мало войск. И ему, скорее всего, не хватает боевого лимита. Он здесь попытается как-то с двух сторон на этих реведжеров напасть. Реведжеры хрупкие. В теории это, наверное, было бы возможно. Но там еще и линги. Тем не менее, мародеров пока Дрим спасает. Не хочет он сдаваться и признавать свое поражение. Он перевысаживает эту армию наверху. Танк словил один Коррозив Байл, но пока жив. Подходит Дрим. Раскладывает этот танк снова. Ему бы Моталисков как-то убить. Они мешают очень сильно своим обзором. Полетели Коррозив Байлы по орбиталке. Минус половина хп. Надо как-то ее спасать. Если выживет орбиталка, то, наверное, есть еще шансы в этой игре. Куча Коррозив Байлов. Половина. Ну ладно, не половина. Пара медиваков. Минус. Здесь вся пехота ловит. Пытается Дрим мекрит. Но ему же надо еще и стрелять когда-то. А не только уклоняться от залпов. А залпов этих очень много. Дрим выходит новый танк. Он его раскладывает. Он уже на натурале продолжает сражение. Орбиталка там кажется все-таки погибла. Но для Дрима похоже это уже дело принципа. Но все-таки он пишет GG. Он вынужден признавать свое поражение. Счет становится 1-1. Импакт умудрился допушить все-таки своего оппонента. Он понимал, что для него это ол-ин. Он понимал, что если он даст терану время, то, скорее всего, пехота с 2-2, а потом из 3-3 просто разорвет его роучер-реведжеров. Но этим временем Импакт воспользовался отлично и смог сравнять счет. Дрим бился как лев в лучших традициях своего старого капитана по команде СК Телеком Т1 в фэнтези и его знаменитых GG таймингов. Но этот тайминг все же настал. И он отправляет нас на карту Thunderbird в третий решающий сет, который выявит победителя этого матча. Матча всего лишь за то, чтобы гарантировать себе приз в 100 долларов. Я едва на автомате не добавил слова 1000, но, к сожалению, нет. И, тем не менее, это те игроки, которые играют на победу. Они выкладываются в каждом матче. В том числе и в этом матче. Дрим появляется справа внизу, Импакт слева сверху, и никто не намерен уступать Импакту. Ну, наверное, просто кажется как-то неправильным. Уступать Дриму, какому-то там возвращенцу из армии, да, который на GSL-то отлетает в Ро-32, да и отобрался туда один раз всего. Дрим просто ищет свой путь на, ну, если не на вершину, то хотя бы в такой предбанник вершины второго Старкрафта в Ро-32, Ро-16, GSL куда-то в хотя бы гарантированные плотные середнячки. Посмотрим, что удастся Дриму и в завершении этого сезона. В Корее это будет GSL-суперторнамент и на этом конкретном ивенте. Пока что без прокси бараков Дрим просто развивается из дома. У Импакта хэтчера Газпул, он, собственно, этом билду не изменяет. Оно и, понятно, считает себя фаворитом. Играет надежный макроупенинг с 16-й хаты. Каждый раз, по-моему, тут Импакт отыгрывает. Ну и Дрим, Барак Газ играет, тоже чуть более макроориентированный стиль. Насколько я понял, он вообще небольшой фанат игры через Газ до Барака. И предпочитает пораньше занимать новые локации. Ну и, собственно, Дрим ставит командный центр внизу. И что касается его оппонента, то там пока что хэтчери, оверлорды полетели вперед, никого не нашли. Второй овер остается дома, чтобы, если что, инфу по бункеру дать. И, кстати говоря, многие зерги в последнее время пришли к этому, что надежнее получается, если ты не вперед отправляешь своего оверлорда второго в надежде найти этот самый, ну, прокси какой-то, да, прокси-бараки. А просто висишь дома, что есть ты получаешь информацию чуть позже, но зато с инфой 100%. Собачки тут от нечего делать начали грызть плиту. И они, видимо, были из тех собак, которые, если оставить их дома, одних начинают грызть ваш новый ремонт. Ремонт импакта пока остается неприкосновенный, потому что приходит злой дядя Риппер. Говорит собакам свое строгое нельзя. Ну и импакт там успешно сохранил спас своего рабочего. Так что никто при съемках этого эпизода не пострадал. А тем временем второй командный центр, между прочим, у Дрима, смотрите, какой билдордер, предельно макроориентированный билд. Он строит сначала командный центр после факты, и только потом начинает производить гелионов. И это такой интересный получается билд. То есть он, опять же, по-моему, это тот билд, который Юникс называл билдом Кьюра. Он, опять же, ставит соперника в такое легкое непонимание. То есть гелионы приезжают поздно, и ты опять начинаешь думать, да что ж это, опять же батлкрузер, что ли? Ну, импакт снова играет через такой вот не самый быстрый апгрейд на скорость овером. И, в принципе, он в какой-то момент все поймет, но чуть попозже. А здесь, на самом деле, совершенно стандартное продолжение. То есть этот перелетевший барак просто-напросто ставит себя прям там рядышком лабораторию. В ней пошел стимпак. Тут морпех просто, видимо, себе променад устроил. Пробежался по мейну, посмотрел, что поверов нигде не было. И вот теперь приезжают два гелиона. Точно так же, как и по задумке было, не дадут оппоненту распространять крип. Но вот они просто чуть попозже, ради того, чтобы получить третий командный центр. Дрим, видимо, совершенно не стесняется против оппонента играть макро. Тем более на такой макроориентированный картер, как Thunderbird. Ну а здесь, тем временем, плюс два барака у него. Что касается импакта, то он предельно стандартный. Ой, как Дрим интересно тут отыграл. Он подвел гелионов сюда, чтобы дать залп по лингам, чтобы сбросить хвост, так сказать, с этого рипера. А здесь гелионы пытаются проехать наверх, но видят, что есть линги на позиции. Отступает Дрим. Один гелион остается на красный хп, но пока не погибает. Вот, интересная задумка, но вовремя Дрим. Вот Дрим не любит отдавать своих юнитов, что немножко подкупает в его игре. То есть он очень здорово дорабатывает такие моменты, да. То есть он не то, что, ой, ладно, да поеду на пофиг. Вот Дрим, он как-то не на пофиг играет. Это по-своему прикольно. Запрыгивает снова рипер наверх. Он вряд ли тут будет рабов убивать. Я думаю, что он хочет просто запрыгнуть и посмотреть, что там на мейне. Нету ли лейра, недус. А в это время гелионы-то поехали как раз убивать рабочих. Они как-то отвлек внимание своего оппонента рипер. Пытался импакт перекрыться здесь эволюшеном, но не успел. В итоге начинает терять дронов, которых он сорвал, чтобы этот эволюшен поставить. Досадная ошибка в микроконтроле от импакта. И 14 дронов сжигает своему оппоненту Дрим. Но гелион уже никуда не уйдет. Но очень хороший результат размена. Там еще 10 лингов погибло. В итоге пока двукратное преимущество по эффективности разменов. Ну и вот эти гелионы, которые в предыдущих играх использовались в более поздней фазе игры в форме хеллбатов. В этой не используются. А почему не используются? Да потому что арморе так рано не нужна Дриму в этом билдордере. Потому что у него супербыстрый третий командный центр. Но у него не такие ранние инженерки. Соответственно ему эта арморе здесь не очень заходит. Я так думаю. Правда он по-моему в первом сете тоже арморе ставил раньше, чем именно для апгрейдов она бы потребовалась. Но в любом случае в этот раз ее пока нет. И Дрим отыгрывает просто вот в таком стиле. Проехал гелионами. Третью базу не убил. Но тут третью как убьешь. Вход-то общий. И Дрим вот иным способом реализовал потенциал своих юнитов, инструментов, которые есть в запасе у любого террена. Ну а тем временем импакт разбегается по карте, чтобы как-то внезапно к нему оппонент не смог залететь. И здесь скан просто сумасшедший. Я как-то рассказывал о протасовском порно, связанном со штормами. Но вот это тирановское, мне кажется. Это, ну правда, кто-то может возразить, что террановское порно в интернете и так в большом количестве присутствует. Но вот, может быть, вот это надо тоже залить на эти сайты. Потому что просто весь Крипс чистил с карты Дрим одним могучим сканом. Импакт. Мы уже отмечали, что не так здорово в целом Крипс чистят. Ну и здесь Дрим еще сильнее отработал по этому компоненту. Тем временем пошла у него факта, дополнительные бараки. Снова, видимо, будет Дрим играть через две факты масс-мины. Как в первом сете, во втором мы увидели танки. Ну, здесь Дрим возвращается, похоже, к исходному плану. Ну, хотя он может перестроиться. Сейчас посмотрим. 1-1 у него доделывается. В этот раз он немножко отстает по апгрейдам. Там, кстати, Гелеон в дропе летает какой-то шальной. Откуда он взялся, непонятно. Ну, видимо, в какой-то момент Дрим его еще достроил. И здесь тем временем надо улетать. Наверное, здесь хороший размен не дать. Хотя Минка может шваркнуть по бейлингам. А после этого бейнов-то не так и много. Ну и здесь под стимпаком не так здорово получается, как могло бы быть. Потому что апгрейды 1-0 всего лишь пока у Террана. Вот буквально армор только доделывается. А у Дерга 1-1 уже есть. Поэтому собаки размениваются с Маринами чуть лучше, чем ты, как Терран, чувствуешь, что они должны бы, вроде бы, да, как опыт подсказывает. Но в этом компоненте неплохо все сделал. Ну, точнее, не то, что импакт сделал. Я вовую юнит и неплохо все сделали. Попробовал Дрим на натурале как-то высадиться. Ну, соперник готов. Ладно, готов и готов. Снова он полетит сейчас в эту слепую зону. А параллельно здесь из правой части карты готовится забегание. Есть 7 морпехов на позиции. Минус несколько криптуморов приоритетно. Ну, кстати, один не удалось добить. Но он все равно не активный, так что не страшно. А здесь на натурале высаживается Дрим. Начинает убивать рабов тут. Всего-то там пара-тройка дронов, да. Но постоянно в напряжении он держит своего оппонента. Причем, если ты не среагируешь, то потери могут быть катастрофическими. А здесь, тем временем, сам Дрим реагирует не лучшим образом. И вот эти фирменные дропы на скоростных оверлордах от импакта тоже начинают работать. Минус 10 ССВ. И там, может быть, еще один дроп готовится слева в какой-то момент. Ну, пока импакт хочет просто забежать лингами. Но тут есть мины на позиции. Правда, они пока что еще без апгрейда на скорость закопки. Поэтому не успеют выстрелить. Дрим их высаживает, сажает в медивак. И отправляет снова харасить, пока они долетят. Как раз улучшение на скорость закопки доделается. Ну и... Грейды 2.2 Скоро будут готовы у Дрима. А поскольку импакта пока что нет у Хайва, то выйти вперед он не сможет. Но он чуть в другие технологии в этот раз вкладывается. Он собирается играть именно гидролинга бэйнов. А здесь взрывы сумасшедшие. Прямо вроде в армию дропал, да? Но урон-то все равно наносится. Ну что ж, посмотрим, чем есть ответить у Дрима. Он, похоже, на мейн собирается лететь. Нет, он разворачивается. Но я не знаю, тут готов импакт неужели. А, в это время здесь отвлек Дрим своего оппонента. Разрядившиеся мины убивают бэйны. Но тут высаживается снова Дрим, дропы. И еще и в третье место дропает в то же время. Да что ты будешь делать с этим терроном? В итоге залп прошел по юнитам. Но мне кажется, честно, что Дрима и это устраивает. Солидная пачка собак погибла. И снова полетел дроп мин. Импакт пытается контролить карту как может. У него бегают линги, висят оверлорды. Но вот крипа чуть не хватает, конечно. Самый такой традиционный способ контроля карты. Но очень сложно среагировать на эти скоростные мины. Сразу в трех местах они очень быстро закапываются. Время на реакцию у тебя минимум. И импакт чуть-чуть не успевает. Тем более у зергов... Ну это неврожденный, скажем так, талант. Их долгое время минами не напрягали. Начали буквально несколько месяцев. Как? Так, инновейшн как-то ввел. По крайней мере, если судить по соревнованиям. Уж не знаю, кто там на корейском ландере начал первым это применять. И вот сейчас все тераны, видимо, более-менее это делают. Но не все делают это так здорово, как Дрим. Закапываются мины тут. Но тут, похоже, это все-таки было наивно. Прямо в армию под спорками и аверсиром. А тем временем пошел хайв у импакта. У него, ну, вряд ли прям люра. Но могут вайперы появиться. Могут появиться слоны. Могут появиться бруды со временем. Потому что там пошел заказ шпиля. Ну и, собственно, грейды 3-3 заказаны у Дрима. Он в этом отношении будет чуть впереди соперника. Но ненамного, если импакт свои 3-3 закажет вовремя. Тем временем у Дрима дополнительные два командных центра. И у него-то, собственно, смотрите, пятая база пошла. У импакта, собственно, тоже. Тут такая игра на равных получается. Но, учитывая, что у Зерга именно гидролинга Бэйна, то у него армия, которая теоретически и размениваться на равных может. Здесь отменяет шестую потенциальную базу своему сопернику Дрим. А параллельно он готовится пушить здесь в лоб. На эту пятую базу отходят подмины. Залпы неплохие, но часть Бэйна все еще живет. Надо расплить, оставив мародеров впереди. Но у импакта как-то... Точнее, у Дрима как-то не получается. У импакта как раз все получалось долгое время. Но тут классный залп по Бэйнам. В итоге Террен нормально все равно разменялся. Но командный центр придется отменять. Да, это была слишком амбициозная задумка. Придется Дриму перелетать. Снова дроп мин, который разряжается и по Робам, и по Королевам. И, видимо, даже еще и спасется в Медиваг. Продолжает Дрим использовать свою скорость игры. И здесь настоящие минные поля. Импакт реагирует на некоторые мины. У него тут иверсир есть, но он не был готов, что прямо на возвышенности мина будет закопана. Тут есть и еще... Собака пробегает, по-моему, по ней не успела разрядиться. Мина адреналин пошел, шпиль величия пошел. Дрим где-то в центре карты разменивается. И непонятно, зачем тут Гидра, наверное, все убьет. Но он пока что готовит нападение в лоб. Снова готовя себе вот здесь поляну. В том плане, что он закапывает мины, подходит. Мародеров выводит вперед, делает пресс-сплит. Бэйны покатились, но докатываются не очень здорово. И в итоге Марина с мародерами размениваются против Гидры, у которой нет апгрейда на дистанционную атаку. Тем не менее, она все равно стоит и сражается. Тут очень здорово, потому что хорошая позиция. Но все-таки решает отступить немножко импакт, перегруппироваться на крипе. Вот-вот выбегут собаки. Здесь тем временем дроп на натурал, который, правда, пока что разбивает только Аверсира. Каких-то королев, может быть, убьет. Дрим подступает к этой Гидре. Она выбегает, линги отпушивают его, и Дриму приходится садиться и улетать. Здесь морпехи тоже особо ничего не сделали. Ну, что-то убил Дрим, что-то потерял. В принципе, для него приемлемый размен, учитывая, что его командный центр вроде бы перелетел и обосновался-таки на новой локации. Дрим пытается добить хату, но опять не удается этого сделать. Тут немножко морпехов есть, но снова-снова приходится эвакуироваться. Гидра сбивает медивак. Есть три милки. Да, не хочет зерк сюда подниматься, конечно же. Скан пошел. И видит Дрим, что там не очень много войск. У него сюда стоят ралли-поинты. Но он готовится продолжать давление. А вот он и шпиль величия. Импакту здесь чуть-чуть остается подождать. Три караптора уже в заказе. Когда появятся брудлорды, то, скорее всего, намного проще будет дальше импакту играть. Тем не менее, Дрим подходит и будет пытаться забрать эту хату и добивает эту хату. Надо было бы отступить подмина, но соперник явно не давал туда подняться. Тем не менее, удается Дриму спуститься вниз. На крипе размениваться сложно. Пытается расплитить. Отличный сплит от Дрима. Мина дает классный залп по бейнам, которые оказались впереди. Теперь пехота стоит против Гидры. Но Гидры тут очень много, а пехота очень красная. И медиваки просто не успевают ее вылечить. Тем не менее, тут уже прилетают либераторы. Один на пол хп сразу же просел. Есть третий. Раскладывается еще ближе. Теперь в шахматном порядке потихоньку Дриму надо перераскладывать свои юниты. Но в первую очередь надо перестать на райт-клике медиваками летать, чтобы они подключили пехоту. У импакта завернуты первые бруды. Пять штук их. Они успевают ли? Да, первые бруды уже есть. Они будут эту пехоту теперь отжимать. Морпехи на стимпаке пытаются ворваться на этого бруда. Но там есть еще. Гидра должна подойти сюда обязательно. Иначе же перефокусят брудов-то всех. Королева тянет время. Принимает на себя урон. Это нормально. Гидра с правого фланга есть. Медивак минус. И понимает Дрим, что тут ему сражаться будет очень сложно. По крайней мере не под минами и не под либераторами. Бруды потихоньку подступают вперед. Импакт здесь на возвышенности может подраться очень хорошо. Мины выкапываются. И тут же их убивают бруды. Апгрейд плюс один в заказе. Инфестеры первые пошли. Ну что ж. 120 лимитов всего у Зерга. 52 на 111 по боевому. Но лимит его очень качественный. И если ему удастся получить микос, то может быть у него все еще будут шансы в этой игре. Тем временем Дрим полетел выбивать базу справа. Там видимо какие-то мины страдают. Тут потихоньку заканчиваются минералы. Это понятно. Они и у Дрима заканчиваются. Который кстати тут забыл про свои войска. Да, но кто-то видимо его подтолкнул в плечо. Дрим проснулся от микросна. Мины разряжаются в коконы. Это не самый классный вариант. В итоге импакт эту локацию спасает. Ему очень важно на ней обосноваться. А тем временем у Дрима пошли госты. Он поставил гост академию. Добавляет гост. Ой-ой-ой инфестер. Один из двух. Погибает на мине. Какая досадная неприятность. Погибает оверлорд. Успевает заметить, что тут уже есть локация. Ну и видимо импакту надо переносить свой фронт сюда потихоньку. Там у Дрима уже добавляются викинги. У него 200 лимита. Зерг достроил до 70 боевого. Но там 130. Почти в два раза больше. Ну тут либо чудо микозов и брудов. Либо наверное ничего не удастся сделать уже зергу в этой игре. Микоз первый на пехоту. Пошел. Забрать ее не выходит. Слишком толстая эта армия. Слишком много медиваков. Бейны толком не докатываются. А бруды где? Бруды вообще оказались в другой части карты. Лобовой атаки ждал видимо импакт. Погибает его главная хэтчер. И бруды подходит только сейчас. И импакт вынужден сдаваться. Он пишет GG пропуская вперед Дрима. Который умудрился вот этими атаками по всем направлениям. Замечательно пробить своего оппонента. Показать нам настоящую такую терановскую импровизацию. И импровизацию в очень высоком темпе. И кто-то скажет, что ну какая же это импровизация. Это же обычная пехота. Но я скажу вам на это так. Не только то импровизация, когда викинги 2-2 сражаются в наземном режиме. Иногда и умение классно использовать стандартные композиции. Очень может здорово работать и ценится еще выше. На этом все. Спасибо, что смотрели. Отличные игры от Дрима. И мы еще обязательно последим за его продвижением на этом ивенте. Продолжение следует.